Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Самара – город, богатый культурными традициями и творческими коллективами. С 1992 года здесь успешно существует и развивается Самарский концертный духовой оркестр. На минувшие недели музыканты приняли участие в московском фестивале «С тобой, страна». С каким успехом состоялись выступления наших земляков перед гостями и жителями столицы? Какой репертуар был подготовлен к столь масштабному мероприятию? И что заставило публику оставаться на открытой концертной площадке даже во время дождя? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И мои собеседники – директор Самарского концертного духового оркестра Евгений Пестерев. Евгений Владимирович, здравствуйте! И художественный руководитель и дирижер Сергей Рыбин. Здравствуйте, Сергей Александрович! Здравствуйте! Ну, уважаемые гости, прежде всего расскажите о самом фестивале. Когда он случился, ради чего был задуман и как там все это происходит? Фестиваль, Всероссийский фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна» проходит уже второй год. В этом году площадка у нас, так скажем, расширилась, Красная площадь. И мы единственный профессиональный коллектив, который принимал участие в данном фестивале. То есть остальные все были именно детские и молодежные оркестры. С целью, конечно, он создан популяризацией духового искусства, это, конечно, поднятие патриотизма, ну и знакомство нашей широкой публики именно с духовой музыкой и именно с интересным, хорошим репертуаром. Вот. А гости из скольких регионов там были в этом году? Ну, во-первых, это коллективы, приехали молодежные, молодежные, оркестры из Москвы, которые занимаются в музыкальных школах, оркестры из Московской области, город Красногорск был представлен двумя коллективами. Это оркестры, ансамбль барабанщиков. А приглашенные из других регионов оркестры, это оркестр фанфары Белогорья из города Белгород. Это сводный духовой детский оркестр города Белгорода, в котором порядке 600 человек, ой, 60 человек. Ну, наверное, разрастется. Наверное, разрастется, да. И, значит, оркестр был детский из города Донецка. Шикарный оркестр. И вот с этими коллективами нам удалось вместе выступить. Ну, вообще, вы передавали свое искусство, свое мастерство детям. А у детей-то нашли чему поучиться? Ну, конечно. У детей такая энергетика, которой заряжаешься. И вот так случилось, что на одной из площадок, на ВДНХ, на входе ВДНХ, мы как раз закрывали блок выступлений духовых оркестров и работали после детских оркестров. Ну, стоит отметить, что сама же не посрамила, а наоборот. Это об этом мы еще поговорим. Сейчас мы все это узнаем, как вы там выступали. А вообще-то вы впервые приняли участие в таком, как бы, несколько гастрольном туре, да? Вы несколько дней находились в Москве и на трех площадках выступали. Как вы сами оцениваете вот такое масштабное... Ну, оркестр вот именно в фестивале «С тобой и страна», который организовывает Духовое общество, участвует второй раз. Первый раз был в прошлом году, когда мы ездили в Нижний Тагилу, Екатеринбург. На 300-летие Екатеринбурга мы там, оркестр выступал. И вот в этом году нас пригласили уже выступить в столице на этом же фестивале. В честь Дня России все это происходило, как бы, в рамках празднования Дня России. Поэтому, конечно, это было... Во-первых, это очень почетно представлять Самару на таком празднике, на центральном... Вообще, благодаря чему стало возможным вот это ваше выступление такое широкое? Благодаря, конечно, плановой хорошей работе самого коллектива, ну и поддержке со стороны администрации городского округа Самара, департамента культуры и молодежной политики. И, конечно, благодаря Всероссийскому духовому обществу, которое и организовало данный фестиваль. Вот то, что вас поддерживают, конечно, это... Дорогого стоит, как говорится. Ну вот, как мы уже сказали, что три площадки было, и одна из них — Красная площадь. Расскажите, как вот вы чувствовали себя, выступая на Красной площади? Что вы исполняли? У вас же там сольное было? По-моему, вы там представляли сольную программу. Расскажите об этом. Значит, выступление на Красной площади было каким? Сначала была репетиция. Во-первых, в 8 часов оркестр уже вышел из гостиницы, направился на Красную площадь, на автобусе. В 10 мы были на Красной площади, и случилось чудо. Площадь была свободная, никого не было. Мы устроили фотосессию на Красной площади, мы записали видео нашего дефиле выступления. Потом была репетиция сводного оркестра, где исполнялись произведения такие, как «Славься» Михаила Глинки. «Вставайте, люди русские» Сергея Прокофьева, пусть всегда будет солнце, вольный ветер. И уже после сводной репетиции, ну, началось само выступление. И в конце, в самом конце всей концертной программы, блока духового общества, духового фестиваля, нам удостоилось закрыть этот весь фестиваль «С тобой и страна» на Красной площади. И наш оркестр исполнил в конце «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского. Вот, знаете, чтобы понять, как это происходило, лучше, наверное, своими глазами увидеть и самим услышать. У нас есть видеозапись вот этого выступления, и я предлагаю сейчас это посмотреть и послушать. «Широка страна моя родная» У нас есть видеозапись вот этого выступления, и я предлагаю сейчас «Широка страна моя родная» «Музыка» «Широка страна моя родная» Много грей, лесов, морей и грех. Я другой такой страны не знаю, Где такой надышим человек. Ваши аплодисменты, Саварский концертовой оркестр. Ваши овации, браво, Екатерина Вазальская и Вадим Зубков. Вот степень ответственности и чувство патриотизма, я думаю, зашкаливала, когда вот это все происходило, и когда такое огромное количество людей на Красной площади стояли и подпевали. Степень ответственности сразу повысилась после того, как во время репетиции нас попросили, сводный оркестр, прекратить репетицию, потому что за Кремлевской стеной в Кремле началось награждение президентом. И в момент выступления, и в момент репетиции над Кремлем развивался президентский штандарт. То есть Владимир Владимирович был в Кремле, и, как некоторые наши музыканты шутят, видели, что окно открывалось. Ваша музыка проникла. Да, поэтому степень ответственности была просто очень высокая. Ну, есть что добавить? Там чувство ответственности, оно, несомненно, было. Почему? Скажу, потому что выступление на Красной площади вживую, это, ну, другая история, это совершенно по-другому ты себя чувствуешь. Даже когда мы зашли на площадь, пусть она пустая, но, тем не менее, это когда ты представляешь не только свой город, а еще и регион, ну и вообще находишься на главной площадке страны, это, ну, совершенно другая история и другой уровень. Ну, блестящий опыт, блестящий профессиональный опыт для вашего коллектива. Ну, смотрите, как уже говорилось, не единственная площадка. Были еще ВДНХ и Северный речной вокзал, да? На ВДНХ, на выставке «Форум России» вы выступили как раз со сводным оркестром и сводным хором. Вот расскажите, как там у вас все происходило. И там, по-моему, было дефиле, да? Наоборот, сводный хор был как раз на Красной площади. На Красной площади. А про ВДНХ… Это вот как раз с детскими коллективами. Да, да. А ВДНХ – это вообще отдельный подвиг нашего оркестра, потому что 20 часов в дороге на автобусе мы заселились в гостиницу, и через два часа оркестр уже дал выступление на входе ВДНХ. Мало того, мы только вышли из гостиницы, ну, там, мы жили в гостинице «Космос», и нужно было пройти там буквально 300 метров до концертной площадки. Как только мы вышли из гостиницы, проливной дождь. А нам идти пешком. Мы дошли, ну, все немножко промокли, конечно, но вот такое чудо случается, вот как раз вы в начале передачи сказали про дожди, и публика не разошлась. Вот такое чудо у духового, у духовых оркестра, у духового общества. Все фестивали, было все. Летали стулья, палатки летали, все-все-все. Как только начинает звучать оркестр, выходит солнце. Что же было на Красной площади? Мы закончили в 15.59 свои выступления, в 16.01 проливной дождь тропический. Но там я видела, публика стояла под зонтами. Да, если вы говорите про ВДНХ, да, они стояли под зонтами. Там мы выступали в арке, то есть и места даже не всем хватало, и люди стояли, и они не уходили. Некоторые были без зонтов. Опять же чудо, опять же чудо. Заиграл духовой оркестр, и дождь перестал. Да, дождь, да, он просто... Ну вот смотрите, то, что Бог, как говорится, был с вами, это, конечно, здорово, да? Но вы, музыканты, промокли, но такова ваша участь вам выступать. А люди-то не ушли. Они же не знали, что сейчас вот будет солнце. Что заставляет людей стоять все-таки под зонтами? Если вдуматься, духовой оркестр, духовая музыка. Это от слова душа же. Поэтому музыка души, как можно от нее уйти? Не уйдешь. Это правда. Многие не знали. Они пришли именно на выставку «Россия», то есть на большую выставку, на ВННХ, и, так скажем, услышали нас и не уходили. То есть это... И там исполнялась достаточно интересная программа, но я думаю, что об этом позже. И мы, когда... Вот прям пару слов. Мы, когда выступали, выступили очень хорошо, к нам подошло одно из рекламных агентств Москвы. Вот. И они предложили как раз на следующий день, ну, то есть очень интересный оркестр, как предложили свои услуги фотосессии, сделали это, так скажем, безвозмездно. И они на следующий день уже на Красной площади, так скажем, вот на пустой Красной площади, сделали нам фотосессию и видеосъемку. Ну, это здорово. Это просто замечательно. У нас есть еще один музыкальный фрагмент. Внимание на экран. КОНЕЦ КОНЕЦ Третья столичная площадка – это Северный речной вокзал. Что особенного запомнилось вам во время выступления на Северном речном вокзале и что вы исполняли там? Ровно через три часа после Красной площади мы были на речном вокзале. По прогнозу, опять же, дождь. Но солнце. У нас вся аппаратура стояла внутри вокзала. Было принято решение все вынести на улицу. Прямо на крыльце речного вокзала мы сделали импровизированную сцену. И около полутора часов мы дарили всем, кто был в парке у речного вокзала, свое искусство. Представляли программу, которая называлась «О тебе, любимая Самара», где мы рассказывали и про наш город, и про достопримечательности нашего города, и про личности, которые у нас здесь жили. Это Ильдар Рязанов. Это наш Грушинский фестиваль. То есть вот с самарской культурой мы познакомили московского зрителя. А вообще расскажите о репертуаре вашего коллектива. Ну вот, во-первых, и то, что вообще звучало, кроме перечисленного уже ранее в Москве, и вообще о вашем репертуаре. У нас в репертуаре около 6 тысяч произведений. Да. Ну, конечно, не все они находятся в работе, но библиотека насчитывает примерно такое количество. Различных жанров, начиная от классической музыки, марши, вальсы, польки, фокстроты, эстрадная музыка, джаз, музыка из балета, музыка из опер, увертюры. И даже есть такие номера современные, где мы с нашим известным самарским битбоксером сделали номер с битбоксом. Духовой оркестр играл торжественный марш, коронационный марш Чайковского, а Тарас Станин как раз делал на него битбокс накладывал. Такое тоже есть у нас. То есть различные жанры. У нас есть еще два коллектива. Это вокально-инструментальный ансамбль «Стиль», и в прошлом году был создан коллектив «Диксилент». То есть вокально-инструментальный ансамбль — это эстрадно-духовое искусство, которое охватывает. Был коллектив, мы его немного реорганизовали. Достаточно интересный и расширился репертуар. А «Диксилент» — это такая очень интересная джазовая история. Он тоже выступал в Москве, тоже на ВДНХ. Был небольшой прям блог. Это советская эстрада, связанная в том числе с джазом. Это Леонид Учёсов. Мы готовим отдельную программу, которую в этом году мы постараемся, я думаю, что представить отдельно. Ну и, конечно, джазовые стандарты. То есть мы расширяем свои границы. И у нас в ближайшее время есть еще один проект, о котором мы, наверное, скажем чуть позже. Чуть позже, да. Вы, наверное, удивитесь, но у нас есть видеообращение Михаила Брызгалова. Михаил Брызгалов — заслуженный деятель искусств, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова. Он очень хотел поделиться своими впечатлениями вообще о творчестве вашего коллектива и, в частности, о вашем выступлении и участии в фестивале московском. Давайте послушаем. Дорогие друзья, для меня большая радость и честь сегодня вот отсюда и замечательное место из Луганской академической филармонии поприветствовать всех тех, кто сейчас находится в Самаре и кто с упоением рассказывает о своей недавней гастрольной поездке в Москву. То, что сделал Самарский муниципальный оркестр в Москве, я могу сказать, как человек, как зритель, как слушатель. Выступление на выставке России, на главной площадке нашей страны, на ВДНХ, выступление в составе большого, грандиозного, сводного оркестра в количестве 700 музыкантов с хорами и замечательными солистами. И, конечно, Самарский оркестр был лидером в эти дни, в дни празднования, в дни празднования Дня России. Выступление оркестра, сольное выступление на площадке северного речного вокзала в столице никого не оставило равнодушным. И Сергей Рыбин, и Екатерина Масальская, и Вадим Зубков. Простите, я сейчас не буду называть регалии этих людей, потому что я уверен, что в Самаре вы все хорошо известны, а для москвичей это были настоящие творческие открытия. Я видел столько красивых и счастливых глаз, и оркестры не отпускали. Все хотели еще и еще, и мне кажется, что мы должны продолжать наши творческие встречи в Самаре, в Москве, наверное, в других городах. Оркестр сегодня находится на подъеме. Оркестр в великолепной творческой форме, живое звучание, прекраснейшей оранжевки. В общем, все, что должно быть. Я благодарю всех, кто опекает оркестр, кто дает возможность музыкантам творить. Я благодарю правильник культуры города Самары, я благодарю Министерству культуры Самарской области. Всех-всех-всех, всех, кто оказывает помощь и поддержку. Конечно, нельзя не сказать о человеке-обоснователе оркестре, оркестре-человек, который очень переживал о звонивании по телефону, который не мог присутствовать лично, потому что в связи с болезнью, конечно, это Марк Кокон. И без людей... Прекрасный пример для всей страны, когда есть мэтр, когда есть основатель оркестра и есть молодежь, и происходит плавное, плавное вхождение молодежи в такое очень важное и красивое дело. Я поздравляю всех. Я прошу вас, рассказывайте, не скромничайте. Рассказывайте всем, кто будет смотреть эту телепрограмму, о том, какие вы классные. Поздравляю вас всех. Поздравляю жителей Самары с тем, что в их городе есть такой прекрасный, замечательный, высококлассный творческий коллектив. Всегда ваших. Михаил Брызгалов. Ну и давайте немного окунемся в историю вашего коллектива. Действительно, в 1992 году возник ваш оркестр, и много лет художественным руководителем и дирижером являлся Марк Коган в Самаре. И за пределами Самары этого музыканта хорошо все знают. Но время идет, все чечет, все меняется. Новые кадры вливаются в ваш замечательный коллектив. Вот расскажите об этом, о вашем коллективе. Из кого он состоит? По какому принципу отбор музыкантов приходит? Я знаю, что у музыкантов консерваторские образования, они с разных городов приехали. Ну это действительно так. Вы правильно заметили, что в 1992 году, в 2022 году мы отпраздновали свое 30-летие. Мы об этом уже тоже в этой студии говорили. 32 года мы работаем, а нас знают. Благодаря, так скажем, большой работе и Марка Львовича, и прежних руководителей, в непростые времена, в 1992 год, был создан оркестр и был сохранен. И мы одни из, так скажем, немногих муниципальных оркестров, которые находятся на хорошем уровне и работают. И Марк Львович до сих пор работает. Он в должности главного дирижера сейчас находится. И он, так скажем, наш не то чтобы даже помощник, а сколько он старший товарищ, который нас направляет в работе. И здесь большая такая организационная, творческая, комплексная, командная работа. То есть благодаря вот этой работе мы и движемся вперед, и есть качество. Ну, я думаю, что по творческой части Сергей Александрович здесь добавит. Музыканты, которые у нас работают, это суперпрофессионалы. Суперпрофессионалы. Ну, это и делаем. У каждого высшее образование. У кого консерватория, у кого институт культуры. Но мало просто получить образование. Очень ценится в духовиках мобильность. И умение сейчас, здесь и сейчас подстраиваться под ситуацию. Вот нужно нам дефиле сработать. Пожалуйста. Дефиле работает. Нужно отработать академический концерт. Академический концерт работает. Пожалуйста. То есть вот в этом и отличие нашего оркестра, духовых оркестров в частности, то, что мы работаем в различных жанрах. Несмотря на то. Вот поезд остановится с оркестром. Через пять минут оркестр уже может дать концерт в поле. Без розетки, без всего, без подготовки. И даже нот не надо раскладывать. Как художники-передвижники работаете. Да, абсолютно. Несете культуру в массы. Знаю о таком фестивале духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Для вас, наверное, это какая-то особая любовь. Расскажите об этом событии. Это такой фестиваль, который является идентичностью Самары. Он является, будем говорить честно, брендом Самары. Пусть название не несет в себе, так скажем, что-то связанное с Самарой. Однако, внутри я имею в виду внутри слов. Однако именно вальс на сопках Маньчжурии был впервые исполнен здесь. Поэтому в свое время, насколько я помню, с 2008 года идет история фестиваля. Он проходил очень локально и так далее. То есть он не был таким масштабным всероссийским. И вот начиная уже с 20-х годов, он получил такое широкое признание и всероссийский статус. Среди духовых оркестров, среди духовиков уже название на сопках Маньчжурии ассоциируется только с Самарой. Потому что грандиозный фестиваль, где собираются более 600 музыкантов, и одновременно на центральных площадях этот оркестр начинает звучать, там не то что мурашки, там все что угодно бегает по телу, и хочется прикоснуться и дальше слушать это все. Ну произведение, конечно, блестящее. Я думаю, нет ни одного россиянина, который бы не знал этого произведения. Да и не только россиянина, он же звучит широко очень и за рубежом, и во множестве стран, насколько я знаю. Он изначально был, издавался во многих странах. То есть этот вальс. Как военный марш. Да, как военный марш. Вальс. Вальс, да. Именно вальс. Вот это сочетание, кстати, да, такого вот военного и вальса, конечно, потрясающе. Возвращаясь вот ко дню сегодняшнему, вы не успели приехать из Москвы, как уже поучаствовали в мероприятии по случаю открытия бюста Анатолия Чижова. Как известно, это советский и российский организатор производственной ракетно-космической техники. Ну, в честь 93-я со дня его рождения и 130-летия РКЦ. Скажите, насколько важно для вашего оркестра, для вашего коллектива принимать участие в таких вот событиях? Конечно, важно, потому что люди, которые делают такие масштабные проекты, не только во благо нашей области, нашего города, но это же было сделано дело для всего мира, для всей космонавтики, для всего прогресса человечества. Конечно, для нас честь открывать такие памятники и работать на них. И, конечно, там мы не показываем какую-то концертную программу. Это чисто такое протокольное мероприятие, где мы исполняем гимн, где мы исполняем тематические произведения. То есть вот были исполнены марш космонавтов, который является гимном, так сказать, космонавтов. Авиационный марш, все выше, мы исполняли. Ну и когда награждают почетных работников предприятий, мы тоже, конечно, это все дело музыкально сопровождаем. Я думаю, что музыканты всегда выходят за рамки протокола. В том смысле, что творческие люди, конечно, протокольные это мероприятие, не протокольные. Вы и исполняете музыку. Конечно, конечно. Это самое главное. У нас пара минут буквально остается до конца программы. И все-таки хочется спросить у вас о планах на лето. Наверное, они существуют для творческого коллектива. О главном скажите, если вот успеете. Да, хорошо. Здесь нами, так скажем, составлен план. В этом летнем периоде, в летнем весеннем периоде, это осеннем периоде, это, конечно, гастрольная составляющая. В самое ближайшее время, на следующей неделе, мы поедем в Вологду, потом у нас Оренбург. Планируется у нас ряд поездок. Ну, то есть мы ждем подтверждения еще от наших коллег либо в Нижний Новгород, либо Екатеринбург. И у нас есть приглашение на участие в фестивале духовных оркестров, посвященных 450-летию Уфы. Это конец уже августа, начало сентября. То есть гастрольное лето расписано. Да, гастрольное лето расписано. Большая подготовка и подготовка мероприятия. И мы, самарцы, не увидим вас до начала концертного сезона, до сентября, видимо. У нас есть соцсети, пожалуйста, там вся афиша выложена. Мы будем любоваться. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Сергей Александрович, Евгений Владимирович, я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Я желаю ярких событий и творческих успехов вашему коллективу, удачных гастролей. Напомню, гостями в студии были директор Самарского концертного духового оркестра Евгений Пестеров и художественный руководитель и дирижер Сергей Рыбин. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин